Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. У медиков есть МКБ-10, международная классификация болезней 10-го пересмотра. У психофизиологов тоже есть свое МКБ-10. Работа эта ведется достаточно давно, в различных лабораториях. Мне довелось поучаствовать в разработке первичных признаков психологической дезадаптации. На данном слайде их представлено 7. На данный момент в общей сложности можно говорить о 16 первичных признаках психофизиологической дезадаптации. Другими словами идет работа по созданию своей МКБ-10 для психофизиологов. Но давайте быстренько пробежимся по этим самым признакам. Подчеркну еще раз, здесь не полный их перечень, всего их 16. А вы видите на своем экране только 7 из них. Первое. Высокий уровень личностной реактивной тревожности, беспокойства. По сути, речь идет о чем? Литорический вопрос. Речь идет о неврозе. Или как минимум о предневрозе. В основе неврозов, любого невроза, их несколько, лежит всегда тревога. И она уже идет как треугольный камень, основа основ любого невротического развития личности в той или иной сфере, в том или ином направлении, в том или ином определении. Неврозов, невротических состояний достаточно много. В литературе они хорошо описаны. Следующий первичный признак. Высокий уровень социального контроля поведения. Невозможность расслабиться, раскрыться как личность в общении с окружающими. По сути говоря, речь идет об аутии, ухода от реальной действительности, неспособности человека адекватно налаживать какие-то социальные контакты. То есть вообще, это краеугольный камень, основа основ, так же как по первому пункту, это большая психиатрия СЦХ. Не буду раскрывать дальше эту аббревиатуру. Понятно, что это ведет к серьезнейшему психическому расстройству заболевания, потенциально. Ну и, соответственно, мешает людям, человеку, конкретному работнику правильно функционировать и жить. Это первичный признак того, что может быть какая-то проблема возникнуть. Далее. Неадекватная самооценка. Но тут завуалирована критика. Самооценки такого термина не существует. Надо запомнить это любому. Как Фрейда нельзя называть Фрейдом, о правильной его транскрипции, его имени на русский язык Фрейд. Так и здесь любой психолог должен понимать, что неадекватная самооценка понимается как недостаток критики. Об этом у меня было масса видео о критике как таковой. И, соответственно, признак недостаточной критики, ой, прошу прощения, признак недостаточной критики у человека, как минимум свидетельство какого-то расстройства, скорее всего, каких-то психических функций мышления, может быть, памяти, ну и, соответственно, личностных каких-то, в меньшей степени возможно, личностных расстройств, а именно, опять же, тех же неврозов, социальных дезадаптаций, не дай бог, каких-то больших заболеваний. Далее. Неустойчивость вегетативной нервной системы. Но это понятно, все отслеживается как продолжение реактивной тревожности, личностной или реактивной тревожности, как вы помните, вернусь к первому пункту. Их две, два вида существуют. То есть это константа, а это реакция. То есть человек меняется под воздействием внешнего мира обстоятельств, реагирует на какие-то события в своей деятельности, и, соответственно, эта реактивная тревожность может повышаться, может понижаться. Личностная тревожность по теории, у меня есть по этому поводу отдельное тоже видео, но пока упрощенно скажу, что личностная тревожность, она опять же является, условно говоря, в кавычках, некой константой. Вот она присутствует всегда в человеке, и, соответственно, может быть скорректирована. Даже она, она относительно стабильна, а вот реактивная тревожность, она более подвержена повышению или изменению. Ну и, соответственно, в этом непосредственном явлении принимает участие именно как раз вот неустойчивости агитативной нервной системы. Они тесно переплетены с этим, да, то есть можно говорить о том, что если у человека пропадает аппетит, нарушаются функции сна, там появляется гипертония, повышенное артериальное давление, речь идет о том, что у человека что-то не в порядке, и прежде всего с психикой. Любая гипертония, инсульты, инфаркты в основе основ своей имеют как раз нарушение значит вот этих самых вегетативных функций, которые провоцируются, опять же, тревогой, как основным моментом расстройства личности человека по невротическому типу. Далее. Нестабильная стрессовая ситуация, низкий порог фрустрации. Существует их три, вы помните об этом. Интрапунитивный, экстрапунитивный и инпунитивный. Когда человек сталкивается с каким-то препятствием в своей жизни, деятельности, он каким-то образом реагирует. Реагировать он может по науке тремя способами, тремя образами. И, соответственно, если мы наблюдаем низкий порог фрустрации, когда человек не может, что такое фрустрация? Это препятствие, если переводить на русский язык. Когда человек не может преодолеть какое-то препятствие с учетом того, как он реагирует на это, инпунитивно, интрапунитивно или экстрапунитивно, и не приходит к какому-то разрешению этой ситуации, то есть стресс не преодолевается, это, конечно, снижает адаптацию человека как работника, если рассматривать его в ситуации промышленной психологии, или же, допустим, как просто человека, если говорить о медицинской, клинической психологии и состоянии человека в целом, его жизнедеятельности. То есть нестабильность в стрессовой ситуации. Далее. Невозможность поддерживать грамотные, гармоничные отношения с окружающими. Теснейшим образом перекликается это со вторым моментом, то есть высокий уровень социального контроля поведения. Речь идет о тех же самых явлениях, когда человек дезадаптирован, социо-дезадаптирован, социопатия, как минимум, по возбудимому или тормозимому типу, и, соответственно, это, конечно, обуславливает его продуктивность в плане промышленной психологии, когда он выступает в роли работника. Пришел на работу и начал с кем-то контактировать или не начал с кем-то контактировать. Не может поддержать эти гармоничные отношения с рабочими, своими коллегами, я не знаю, кем угодно. Это, соответственно, ведет к дезадаптации человека в целом. И алекситимия. Возвращаясь тоже немножко назад, было у меня масса видео по этому явлению, очень интересному. По сути говоря, это одно из сторон, одно из граней невроза. То есть они тесно переплетены с тревогой. Многие авторы в литературе рассматривают алекситимию как предтечу тревоги. Ну, я с этим не совсем согласен, но можно подискутировать, если у вас возникнет такая потребность. Соответственно, алекситимия, проще говоря, неспособность адекватно выражать свои эмоции. Здесь написано «переживание», но более широкий термин – это эмоции. Совершенно верно. Если мы диагностируем с вами СЦХ, шизофрению, как правило, предъявляем методику, предположим, объяснение сюжетных картин, человек ее начинает пересказывать, и пересказывать ее формально. Стоит человек, сидит человек, мальчик сидит, дело происходит там-то, там-то, там-то. То есть, у человека отсутствуют какие-то живые, яркие, образные эмоции. То есть, он не может их передать. Собственно, вот это явление, не очень мною раскрытое в этой фразе, тем не менее, точно отражает суть алекситимии. При СЦХ, при шизофрении, одно из первейших явлений. Наблюдая за такими людьми, они, и давая им тестовые задания, и наблюдая за ними, ты чувствуешь некоторую эмоциональную выхолощенность в общении с ними. Они слабоэмоциональны. Не в том смысле, что они не могут заплакать, или закричать, или наоборот, еще что-то. Они это, конечно, прекрасно могут. Но оценка окружающей действительности, у них как бы в серых красках эмоциональной стороны происходящего вокруг них, они описывают, вернее, не могут ее описать в тяжелых случаях. Если это только дебют шизофрении, то еще куда не шло. Еще что-то, какие-то проскальзывают моменты. Методика объяснения сюжетных картин. Соответственно, могут они что-то высказать, как-то возбудиться, но с дефектом возрастает вот эта самая эмоциональная выхолощенность. Человек перестает понимать смысл, подтекст эмоциональной ситуации, подтекст того, что содержится в этой ситуации, с точки зрения именно эмоций, переживаний. Он описывает формальную сторону явлений. Он видит, что человек сидит, стоит, идет, делает, еще что-то. Но сказать, с каким чувством он это делает, какую эмоцию он в тот или иной момент испытывает, он очень сильно затрудняется. Сейчас речь идет как раз об этой самой алекситимии в рамках большой психиатрии, диагностики СЦХ, шизофрении. Вот это является последним на данной картинке седьмым признаком психологической дезадаптации. Всего их, повторюсь, всего на данный момент психофизиологами проработано 16. На этом все. Если вам будет интересно, задавайте вопросы под этим видео, ставьте лайки и можно писать на почту, можно отписываться под этим видео и соответственно что-то для себя понять. Благодарю вас и удачи вам!